Переговорный процесс по мирному урегулированию на востоке Украины вышел на принципиально новый уровень. Со своими предложениями относительно прекращения конфликта выступили, наконец, западные участники Нормандской четверки, Германия и Франция. Разработанные ими так называемые ключевые кластеры по выполнению Минских соглашений обсуждались еще с конца прошлого года. Однако только сейчас стало доподлинно известно содержание этих документов, а главная реакция на них как со стороны России, так и со стороны Украины. Исходя из таковой, ни о каком согласии и консенсусе речь не идет. Однако в данном случае гораздо важнее другое. Судя по позиции Москвы, там, похоже, не намерены далее продолжать бессмысленные и бесперспективные попытки заставить Киев придерживаться собственных обещаний и выполнять подписанные ранее договора. Если так, то на залежную относительно Донбасса ожидают весьма неприятные перемены и сюрпризы. Какие именно? Попробуем разобраться. Новый бег по кругу или выход из тупика. Надо отметить, что франко-германские предложения изначально не вызвали у России особого энтузиазма. И это еще очень мягко сказано. Представляющий нашу страну в трехсторонней контактной группе Дмитрий Казак еще в прошлом году охарактеризовал их как чрезмерно обтекаемые и неконкретные. По его словам выходило, что западные партнеры в очередной раз пытаются выдать за план урегулирования длящегося уже восьмой год вооруженного конфликта некий набор общих рекомендаций и фраз ни о чем. Благих намерений в данном переговорном процессе было уже более чем достаточно. Вот только все они неизменно становились лишь кирпичиками на дороге в тот ад, в котором вынуждены существовать жители непокоренного Донбасса. К чему еще одна порция столь же бесполезной говорильни, тем более в нынешней ситуации, когда обстановка в регионе накаляется все сильнее, в любое мгновение грозя взорваться новыми кровопролитными боями. Именно поэтому в Москве и выразили мнение относительно необходимости максимальной конкретизации всех до единого пунктов очередной дорожной карты, следование которой, по идее, должно привести Донбасс к миру. Как выяснилось недавно, в Киеве также недовольны творчеством европейских участников переговоров, однако по совершенно другим причинам. Для того, чтобы понять степень расхождения позиций всех членов четверки, необходимо хотя бы вкратце ознакомиться, как минимум, с основными пунктами предложений Берлина и Парижа, а также с замечаниями к ним Москвы и Киева. И начать тут стоит с того, что в сравнении с вариантом прошлого года четкой конкретики в этих кластерах не прибавилось. В основном речь идет о неких глобальных рекомендациях по наиболее ключевым позициям. К примеру, там, где говорится о разведении войск противоборствующих сторон и прекращении огня, нет ни сроков, ни точных пунктов, где и когда эти силы должны быть отведены от линии соприкосновения. Кто должен осуществлять контроль за исполнением данного пункта, тоже не совсем понятно. Российская сторона настаивает на механизме совместных инспекций позиций сторон, тех самых проведения которых, вопреки договоренностям, было сорвано Киевом при заключении последнего перемирия. Впрочем, все это технические моменты. Гораздо важнее другое. По требованиям Москвы Украина вместо бесконечных обещаний о приведении собственного законодательства в полное соответствие с Минском-2 и формулой Штайнмайер-А должна незамедлительно представить на рассмотрение участников переговоров совершенно конкретный план, в котором будут указаны и точные даты принятия соответствующих решений и дословное содержание новых законов. Речь идет, уточню, о наиболее фундаментальных моментах конституционной реформе, вечном и постоянно действующем особом статусе Донбасса, а не какой-то непонятной децентрализации, амнистии, введении в регионе режима свободной экономики. На сей раз к списку по инициативе России должен быть добавлен еще и закон о народной милиции, на основании которого она впоследствии будет действовать на нынешних территориях ДНР и ЛНР. Более того, все до единого нормативные акты такого рода, которые Киеву предстоит имплементировать в свое законодательство, в обязательном порядке должны будут обсуждаться и согласовываться с представителями республик. Только тогда они пойдут в зачет выполнения Украины и Минских соглашений. То же самое, кстати, относится и ко всем остальным шагам, касающимся процесса урегулирования. Москва четко дает понять, что для нее будут категорически неприемлемы любые действия, осуществленные за спиной жителей Донбасса и без их одобрения. Асимметричный ответ Вашингтону. Собственно говоря, уже перечисленные выше пункты вряд ли могут быть приемлемы для Украины, тем более в свете ее резкого крена в сторону конфронтации с Россией, происходящего сейчас. Однако некоторые моменты, изложенные, заметьте, в предложениях Франции и Германии, а не в российских правках к таковым, представляются еще более вопиющими. Так, к примеру, в Киеве вряд ли предполагали, что его западные партнеры, говоря о выводе с Донбасса наемников и иностранных войск, уточнят, что народная милиция ДНР и ЛНР под эту формулировку не подпадает. Если учесть, что в составе носящих такое название формирования республик имеются, к примеру, танковые корпуса и артиллеристские бригады, то это означает, что о своих надеждах сласть похозяйничать на беззащитном Донбассе и припомнить все его жителям в Назалежной могут забыть. Ничего подобного не будет. Понятно, что Москва решительно поддерживает именно такую трактовку, уточняя при этом пункт относительно предания народной милиции официального статуса в украинском законодательстве. Пойдут на это в Киеве? Да никогда. Там даже не стали, в отличие от российской стороны, полемизировать с Парижем и Берлином по отдельным пунктам кластеров, а попросту выдвинули собственные требования. Как обычно, абсурдные и неприемлемые. Украина продолжает настаивать на том, что все до единого действия, которых ждут от нее партнеры по переговорам, принятие изменений в Конституцию и прочие законы, в том числе, касательно амнистии и особого статуса региона, проведения на Донбассе выборов и так далее, будут предприниматься только после получения Киевом полнейшего контроля над границей между Донбассом и Россией. Ну и, конечно, выводы войск агрессора и разоружения незаконных формирований. То, что это противоречит позиции не только Донбасса и России, но также Франции и Германии, в Назалежной никого не волнует. Что из этого следует? Да, собственно, ничего нового. Украина как не собиралась, так и не собирается решать дело миром, продолжая делать ставку на силовой сценарий. Все платформы для нее лишь способ тянуть время, параллельно наращивая боеспособность собственной армии и подыскивая союзников для деоккупации Донбасса. Немцы и французы предельно ясно дали понять, что на них в этом крайне сомнительном предприятии можно не рассчитывать. Теперь Киев сознательно игнорирует их призывы и рекомендации, делая ставку на окончательный развал нормандского формата и замену его переговорами, где ключевую роль станут играть США и Великобритания, чья антироссийская позиция в последнее время становится все более радикальной. Доказательством того, что власти Украины даже не помышляют о примирении с мятежным регионом не из числа. Вот одно из свежайших. На днях глава СНБОН и Залежной, печально известный своими диковатыми высказываниями Алексей Данилов, заявил, что такого понятия, как Донбасс, вообще не существует. Это российский нарратив, навязанный агрессором, и пользоваться им опасно для национальных интересов. Что характерно, особое неприятие со стороны господина Данилова вызывает известная всем фраза «Донбасс никто не ставил на колени». Очень хочется ее опровергнуть, очевидно. Впрочем, даже если предположить, что тот же Зеленский каким-то чудом осознает пагубность для страны, во главе которой он волей случая оказался, любых попыток деоккупировать ДНР и ЛНР огнем и мечом, ему просто-напросто не дадут отклониться от курса на военную конфронтацию с республиками. Выполнение даже не российских, а франко-немецких предложений будет воспринято как окончательная зрада националистическими экстремистами. А как они поступят в таком случае, и будет ли шанс при этом уцелеть у президента Комика, прекрасно показали недавние события у его офиса, насколько четко все это понимаю в Кремле. Уверен самым прекрасным образом. Скорее всего, выдвижение заведомо неприемлемых для Украины условий и параметров урегулирования, как раз и является совершенно осознанной линией поведения, которой отныне будет следовать Россия. Ведь в ее предложениях, по сути, нет ничего того, что противоречило бы Минску-2. Особенно важны в этом плане требования Москвы к Киеву озвучить точные даты и сроки конкретных шагов, направленных на реализацию этих соглашений. Понятно, что в ответ снова прозвучит обычная после дождичка, в четверг. Тем не менее, как минимум в глазах Европы нарушителем Конвенции однозначно является Украина, уперто не желающая идти на уступки по ключевым пунктам, необходимым для достижения примирения. Обвинять в отсутствии прогресса Россию уже не получится никаким образом. Позиция Соединенных Штатов, которые, вопреки очевидным фактам, логике и всем доводам разума, будут продолжать твердить о российской агрессии и оказании помощи Украине в восстановлении ее территориальной целостности. А кто вам сказал, что как раз именно эта позиция не учитывается Кремлем, просто по принципу от противного. Так или иначе, но Вашингтону следует преподать серьезный урок, как за его агрессивные антироссийские действия, так и за безответственную риторику нынешнего американского лидера. Так почему бы не сделать этого именно на Донбассе, очень убедительно показав на примере Украины, что роль сателлита и полуколонии США не защищает и не спасает ни от чего, во всяком случае, если речь идет о национальных интересах России и защите русских людей. Судя по всему, Москва сознательно загоняет Киев в угол, все больше сужая для него окно возможностей выйти из ситуации с минимальными потерями. Собственно говоря, в донбасской партии шаг уже поставлен. Ожидаем следующего хода.